Приветствую, друзья! На сегодняшнем видеоуроке мы с вами разберем функцию VPR и рассмотрим два основных метода, которыми мы можем ее написать. Итак, первый вариант написания функции у нас начинается, конечно же, с равно. Да, так как любая функция в Excel у нас начинается, в принципе, с равно. Мы пишем равно VPR, открываем скобку. Да, то есть, когда мы открыли скобку, программа поняла, что это функция VPR и теперь предлагает нам подсказки в нижней строке. Первая – это искомое значение. Искомое значение у нас выбирается в одной из таблиц. У нас вообще есть две таблицы. Первая таблица – это таблица для подстановки, а вторая таблица – это таблица для поиска. То есть, мы всегда в таблице для поиска ищем значения и подставляем их в таблицу для подстановки. Итак, первая таблица – это синяя таблица, она у нас для подстановки. Мы выбираем значение, по которому будет проходить поиск. Данная таблица – это марка автомобиля. Мы выбираем значение напротив ячейки, в которой будем переносить данные. Далее нажимаем точку с битой. Выделяем таблицу для поиска. При условии, что крайний столбец для поиска будет слева. Можно выделять строкой с оголовкой, можно просто выделить нужную часть таблицы. Это не принципиально для функции ВПР, она найдет и так, и так. Далее мы фиксируем диапазон, нажимаем F4 один раз. У нас появляются знаки доллара, и это означает, что данный диапазон не будет смещаться, как бы мы его не протягивали. Нажимаем точку с запятой. Далее у нас идет номер столбца в таблице для поиска. Обратите внимание, что сверху стоят цифры. 1, 2, 3. То есть отсчет столбца для поиска у нас идет во второй таблице с столбца I. То есть это не номер столбца в Excel, а номер столбца именно в таблице. Мы выбираем 1, 2. Номер столбца у нас 2. Следующее, это у нас истина или ложь. У нас есть истина, это точное значение, с текстовыми данными обычно так и бывает. И единица, это значение, приближенное к определенному числу, при условии, что данные должны отсортироваться от минимального к максимальному в таблице для поиска. Единица применяется крайне редко, да, примерно в 5% случаях и в большинстве тестов при устройстве на работе нам нужно именно 0. Да, единица нужна в тех случаях, когда нам нужно найти значение, приближенное к определенной дате или числу. В принципе, я в дальнейшем планирую более детально осветить применение единицы функции ВПР. На сегодняшнем занятии давайте пройдем именно 0. Мы ставим 0, закрываем скобку и нажимаем вот в строке формул. Так будет правильнее, потому что если мы нажмем Enter, у нас ячейка сместится со сдвигом вниз. Нам этого не нужно. Мы нажимаем вот и в правом нижнем уху находим черный крестик и двойным щелчком прокликаем, тем самым заполняя значение вниз. Следующий пример это использование функции ВПР с применением столбцов. Данная формула будет написана еще проще. Мы напишем опять ВПР, откроем скобку, зайдем в аргументы функции fx и первое нас требуется это искомое значение. Мы выделяем столбец с искомыми значениями, это столбец c. При выделении столбца мы наводим вверх на черную стрелку и нажимаем один раз. Далее таблицу поиска выделяем двумя стрелками, то есть это i и j. Номер столбца соответственно в таблице поиска 2 и интервальный просмотр 0. Нажимаем ОК, прощелкаем, как вы видите результат идентичный. Следующее, что хотелось бы осветить, это то, если у нас столбец для поиска не крайне левый, как в данном случае в синей таблице. Мы будем переносить дату первой покупки из таблицы номер 2. Мы пишем равно ВПР. Далее у нас искомое значение, это будет столбец i. Давайте перейдем в аргументы функции, чтобы было проще. Таблица для поиска будет начинаться не с B, а с C, потому что крайний столбец для поиска у нас должен быть левый. Выделяем нужные нам столбцы, то есть это C и D. Номер столбца с датой 2, интервальный просмотр 0. Нажимаем ОК, видим результат, все подтягивается идентично, как и в первой таблице. С вами был Полянский Алексей, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Спасибо за внимание, до следующей среды. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok